Общее сведение. Болезнь Лермидуклоз, наследственная диспластическая ганглиоцитома мозжечка, редкое генетическое заболевание, относящееся к группе П. Т. ассоциированных синдромов гомортомных опухолей. Помимо данной патологии к этому классу принадлежат болезнь Коудана и синдром Банайн-Райлеру-Валькеба. Впервые болезнь Лермидуклоз была описана в 1920 году, после этого по сегодняшний день было зарегистрировано около 220 случаев заболевания. Из-за этого достоверно определить встречаемость очень сложно, большинство исследователей предполагает, что она составляет около 1 миллиона. Дополнительным фактором, усложняющим изучение частоты патологии, является открытие в 1969 году бессимптомного носительства болезни Лермидуклоз. Заболевание с равной степенью вероятности поражает как мужчин, так и женщин, в неврологии считается практически единственной причиной. Диспластической ганглиоцитома мозжечка, более 90% больных с этой опухолью имеют характерные для синдрома генетические мутации. Болезнь Лермидуклоз Причиной болезни Лермидуклоз Непосредственной причиной болезни Лермидуклоз является мутация гена П. ТЭН, расположенного на 10-й хромосоме, он кодирует фермент фосфатазу, субстратом которого могут выступать как белки, так и липиды. Последнее содержит фосфаты в энозитольном кольце, который и отщепляется фосфатазой. При этом блокируется так называемый П. I3K и KITM-TOR – путь передачи информации в клетки, позволяющий в некоторых случаях обходить процесс апоптоза. По этой причине ПТН выступает одним из ключевых антенкогенов, а его мутации вызывают заболевания, характеризующиеся развитием опухолей и гомартом в организме. Одной из патологий такого плана является и болезнь Лермидуклоз. Современная генетика знает еще несколько синдромов, связанных с нарушением структуры этого гена и все они сопровождаются теми или иными новообразованиями, что подтверждает антенкогенную роль ПТН. Мутация, являющаяся причиной заболевания, наследуется по аутосомно-доминантному механизму, возможно также герминальное повреждение гена ПТН, возникающие в половых клетках в процессе их образования. Однако патогенез развития опухоли мозжечка при болезни Лермидуклоз на сегодняшний день и остается неизвестным. Симптомы болезни Лермидуклоз Проявления заболевания могут возникнуть в любом возрасте, в истории описаны случаи обнаружения симптомов болезни Лермидуклоз как в раннем детстве, так и у пожилых пациентов. Однако наиболее часто характерные признаки ганглиоцитомы мозжечка врачи-неврологи выявляют в подростковом возрасте или же на третьем. Десятилетия жизни пациента Косвенными признаками патологии являются врожденные аномалии развития, гидроцефалия, мегалоцефалия, скелетные аномалии кистей поли и синдоктилея. Возможно скелетная асимметрия лица, появление высыпаний на языке и гиперплазия десен. По мере развития опухоли присоединяются симптомы повышения внутричерепного давления и нарушения циркуляции ликвора, головные боли, усиливающиеся по утрам, тошнота и рвота, обмороки. При отсутствии лечения к вышеуказанным проявлениям болезни Лермидуклоз присоединяются симптомы поражения мозжечкой черепно-мозговых нервов, мозжечковой атаксии и параличи. Часто наблюдается нарушение речи, дезартрия, слуха, возникает нестагм, снижение памяти и дезориентация. Больные впоследствии впадают в коматозное состояние и, не приходя в сознание, умирают. При этом возможны бессимптомные течения болезни Лермидуклоз, которые может проявляться лишь незначительными врожденными поробками развития. Диспластическая ганглиоцетомоморжечка у таких больных выявляется случайно на проведенных по другому поводу МРТ и КТ или же при вскрытии. Некоторые исследователи полагают, что в данном случае идет речь не о бессимптомной, а о медленно прогрессирующей форме болезни Лермидуклоз. И она все равно приведет к характерной клинической картине в будущем. Диагностика и лечение болезни Лермидуклоз Диагностика болезни Лермидуклоз производится посредством выявления характерных образований в мозжечке при помощи компьютерной и магниторезонансной томографии. На КТ головного мозга при этом выявляется объемное гипертенсивное образование с размытыми и нечеткими краями, которые может быть расположено как на поверхности, так и в глубине мозжечка. МРТ головного мозга лучше всего производить с внутривенным контрастированием, поскольку именно такой метод позволит наилучшим образом изучить структуру и сосудистую сеть новообразования. При отсутствии технической возможности проведения данных исследований можно сделать рентгеновскую вентрикулографию, как правило. Она показывает уменьшение или смещение четвертого желудочка и водопровода. Однако при незначительном размере ганглиоцитомы таких изменений может и не быть, поэтому вентрикулография не считается основным методом диагностики болезни Лермидуклоз. Кроме того, по возможности, например, при поверхностном относительно мозжечка расположении опухоли, выполняют биопсию образования. С последующим гистологическим изучением, подобные исследования последних лет выявили, что ганглиоцитома мозжечка при болезни Лермидуклоз представляет собой гомартаму. В ее структуре наблюдается расширение молекулярного слоя и заполнение его ганглиозными клетками. Врачи-генетики также производят секвенирование последовательности гена ПТН, который выявляет наличие или отсутствие в нем мутаций. Исследование наследственной его анамнеза тоже может помочь в диагностике болезни Лермидуклоз, при этом стоит обращать внимание на косвенные признаки заболевания, учитывая возможность бессимптомного течения. К ним относятся наличие у ближайших родственников полисиндоктилии, мегалоцефалии, гиперплазии десен. Специфического лечения болезни Лермидуклоз на сегодняшний день не существует, но больным нередко производится палеотивное хирургическое вмешательство с целью удаления ганглиоцитома мужичка. Это является сложной в техническом плане операцией, так как между нормальными тканями и гомортома отсутствует четкая граница и переходный слой. Кроме того, в некоторых случаях опухоль может располагаться в глубине мужичка, что делает ее недоступной для полного удаления. Однако даже частичная резекция ганглиоцитома может значительно облегчить состояние больного и продлить время его жизни на несколько лет. Другие методы борьбы с опухолями, например, радиационная терапия при болезни Лермидуклоз, чаще всего оказываются неэффективными. Точка.